Однажды в сети я нашла картинку подобную этой работы одной художницы, чье имя, к сожалению, я не помню, а если вы знаете, то обязательно напишите в комментариях. На ее работах присутствует большое количество грануляций, то есть она изображает море и песок или землю, и в них очень так активно используется именно грануляция черного цвета. Она дает красивое высыпание точек и различные потеки, трещинки, то есть это то, что в принципе может дать нам грануляция в акварели, но вряд ли. И учитывая, что это черный цвет, я начала искать, как же это сделано. Эти работы я сделала с использованием туши, понимая, что именно туш имеет более такой крупный помол пигмента частиц, и при разбрызгивании она даст такой эффект. Я экспериментировала, пробовала это как вот в таких же работах с морем, так и в каких-то более фантазийных. Меня, собственно, именно для этого привлекает грануляция. Но процесс это неоднозначный, сложный и такую крупную грануляцию он все-таки не позволяет сделать. И я оставила эту затею, решила, что это какой-то незнакомый мне материал и секрет мне не удастся разгадать. Но, опять же, я наткнулась на подобные работы у Сеса Фаре, испанского художника, и мой интерес возрос с новой силой. И, мне кажется, я разгадала секрет, и состоит он, па-ва-ва-пам, в использовании арт-графа, а именно пудры графита, то есть порошка графитового, который является водорастворимым. Это отличительная черта арт-графа. И сегодня я вам покажу, как же этот эффект сделать с использованием данной пудры. Итак, приступим. Я застелила стол и надела перчаточки, поскольку процесс достаточно грязненький. Из пакетика пудру-порошок я пересыпала в стаканчик, чтобы удобнее было пользоваться. Нам нужен пульверизатор с водой. У меня вот два разных на пробу. Ну и кисточка, так, на всякий случай. Вот, главный еще инструмент, который я использовала, это решето. Потому что оно позволяет сделать пудру так, нормально рассыпающейся, а не валяющейся комком. Поэтому я аккуратненько все это просыпаю на подготовленный заранее тюд. Очень простенький такой морской пейзажик. Пока невразумительный, но всю красоту мне должна сделать эта пудра. Так, рассыпаю. Видите, здесь получаются крупные крошки, поэтому сито здесь очень хорошо бы использовать. Можно экспериментировать и двигать, да, для того, чтобы получить какой-то более выразительный рисунок. Но здесь делика доля случайности, потому что дальше у нас будет действовать вода. И я опрыскиваю свой тюд, немножко таким образом прилепливая порошок к бумаге. И уже получается какой-то рисунок, какая-то грануляция. Но я хочу большего, я хочу течения этой краски, этого пигмента. И, соответственно, я наклоняю работу, планшет, и даю всему этому потечь. Можно ворочать планшет по-разному, добиваясь разных потеков. Попробую более массивную атаку с водой. И вот вы теперь понимаете, для чего мне нужна пленка на столе. Потому что все у меня течет именно сюда. И вуаля, у меня получается искомая грануляция. С ней, конечно же, можно играть, можно больше добавлять, меньше позволять больше течь ей, да, для того, чтобы получить необходимый эффект. Но вот в этом уже и заключается опыт художника с этим материалом и определенная художественная задача. Как это все распределить, сколько положить арт-графа, как полить, побрызгать водой. Вот от всего этого будет зависеть результат. Сейчас вот здесь я еще буду, вот таким образом сниму. Вот такой этюд у меня в результате получился. Не слишком интересненький, но зато я показала вам прием. Здесь важно действительно, что мы получаем фактуру, которую не можем получить вручную. А здесь за несколько минут мы получаем такую замечательную грануляцию и имитацию песка и земли. Напомню, что секрет состоит в том, чтобы использовать графитовую пудру водорастворимую. В данном случае фирма Артграф, другой я и не видела. Хотя я не знаю, что это название, линейка товара Артграф или фирма, потому что фирма указана Виарка. Помимо такой формы Артграф выпускается еще в мелках. Замечательная штука. В водорастворимом угле и просто каких-то таких мелочках. И на самом деле вот эти формы мне нравятся больше, потому что они позволяют рисовать, делать зарисовки и рисовать эскизы к работам. И еще производить очень интересные вещи, о которых я могу вам рассказать, если вы мне напишите в комментариях, что вам это важно, что вам такой материал интересен. Все эти формы Артграфа я заказывала в интернет-магазине Jackson's Art. В России больше нигде не видела, поэтому заказываю через интернет у этого магазина. Достаточно быстро все приходит. И, конечно же, по цене очень привлекательно по сравнению с нашими магазинами. Ссылки оставлю вам в комментариях, если вам нужно что-то из этого, если вы хотите посмотреть подробнее. Ну и все. Секреты художников таким образом раскрыты. С вами была Марина Трушникова. Рисуйте с удовольствием. Рисуйте с удовольствием.